Моя история началась в 2013 году. Меня начали беспокоить головные боли. Я самостоятельно решила пройти МРТ и по результатам МРТ обнаружили, что есть какое-то образование в головном мозге. Начали искать врача, который может подсказать, что это такое. Обращалась я и в федеральные учреждения в Москве, и у себя в области была. Но как-то все не могли точно сказать, что это, и что можно сделать с этим. Говорили, если на уровне головных болей беспокоит, можно просто наблюдать за этим. И наблюдала я до 2015 года. В 2015 году решила, что нужно ехать и что-то делать с этим, потому что это тяжело жить и понимать, что есть какое-то образование неизвестного происхождения, и что это может быть. И я решила ехать в Израиль. Связалась с Израилем. Они сказали, мы вас ждем, мы вас примем, поможем, вылечим. И, естественно, я с всеми надеждами поехала в Израиль. Провели мне биопсию. Доктор сказал, что опухоль находится в труднодоступном месте, и ее сложно будет убрать юргическим путем. И он также мне предложил дальше наблюдать за ней. Вот я уехала оттуда, приехала назад в Россию. Мы стали дальше наблюдать, но сам факт того, что есть опухоль, и у нее есть рост заметный по МРТ, меня не устраивало. Я начала искать врачей повторно. И вышла на такого доктора, как Кривошапкин Алексей Леонидович. Приехала к нему на консультацию. Мы с ним долго общались по моей проблеме. Он сказал, что нужно как-то ее решать, потому что наблюдать только за опухолью уже не стоит. Есть рост, и неизвестно, как она может себя проявить. Мы решили, что нужно проводить операцию. 3-го числа мне проявили операцию. Операция прошла успешно. Были своего рода риски о том, что зрение могло пропасть, либо реализовано на какую-то сторону. Я решилась на это, потому что я доверилась Алексею Леонидовичу. Он к себе расположил как человек в первую очередь, что именно ему я могла доверить свою жизнь. Это очень много зависит, когда ты идешь на такую операцию. Если ты доверяешь доктору, значит, будет успех. И все хорошо прошло. К нам обратилась наша коллега, молодая и красивая девушка-стоматолог, которая уже прошла лечение в зарубежных клиниках, но осталась неудовлетворенным результатом этого лечения, поскольку опухоль продолжала расти. И это вызывало большое беспокойство и в плане качества жизни, да и самой жизни. К счастью, есть современные технологии, которые позволяют вмешиваться на глубинных структурах головного мозга, не причиняя вреда пациентам. Что и произошло. Мы очень рады, что нам удалось радикально удалить опухоль и получить, помимо всего прочего, гистологический диагноз, который говорит, что у этого доктора впереди много счастливых лет жизни. Европейский медицинский центр оснащен такими технологиями, которые позволяют не только продлить людям жизнь, но и обеспечить высокое качество этой жизни. Что, наверное, и есть самое главное, что может дать современный медицин. Я очень благодарна, что у меня получилось найти врача, который возьмется за мой случай. И, наверное, я пожелаю всем больным, чтобы они не опускали руки и все-таки искали возможности, искали варианты для себя. Потому что не надо останавливаться на одном месте. Вот. В России также есть замечательные врачи, которые берутся за сложные случаи. И не стоит уезжать в Израиль для того, чтобы найти ответ на свои вопросы, заплатить там большие деньги, по итогу не получив результата, как это было со мной. Можно попробовать и здесь найти своего врача. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова